Коменсатифри Что за херня, что вы так долго едете, я не понимаю Здрасте Мне сейчас в НИИ надо У меня там собрание Ну я не понимаю, что вы реально опоздали На канал, на Боедово вам? Да, на канал Почему опоздал, ну как я ехал вообще Я понимаю, что у вас, конечно, машина Тут такая крутая, ну Я очень сильно опаздываю У меня встреча с риэлтором Зачем ты ко мне пришел? Говорят, вы самый лучший риэлтор в городе Ну, я сейчас успеем Что я могу сделать, если так Такое дорожное движение, пробки, светофоры Да какие он пробки у вас здесь У вас вообще весь город все свободно Ну как, здесь да, а там нет Ну а я-то откуда знаю, откуда вы едете Ну а я-то как Мне что сделать Пора кончать с этой водягой На вертолете пересесть? Ну я что же не могу Ну поторопиться как минимум Да я и так тороплюсь Вот не поверите мне Прям сделка с риэлтором Стояли, замерзли вас тут Ну реально сегодня погода Вон дождь идет Вообще невозможно находиться Я вижу, я понимаю Но мне что сделать? Если программа так работает И так работает дорожное движение Да, знай, как программа ваша там работает Что вы мне тут рассказываете? Просто У вас вроде как Очень неплохое Неплохой автомобиль Так дело не в автомобиле Я же объясняю Светофоры Пробки Вы что, мне на красный свет лететь? А штраф вы мне оплатите? Ну, если потребовалось Я держу, даю Я же не знаю То есть я приехал и сказал Я приехал к вам быстрее на 2 минуты С вас 3000 рублей за светофор Как вы себе это представляете? Куда вы меня пошлете? У нас это где? Ну, у вас в Питере Крутой окер для Техаса Может и крутой А в моем городе Чак Нори Скажи второй Тут суетой Все пропахло И верь бедой Санкт-Петербург Как бы не бил меня Ты мне родной А молодежь Выживает За бедной чертой И если надо Обоснует Что ты не святой Тут дети улиц Не смирились Со своей судьбой Вечно в дороге И мы следуем За мечтой А вы постесняюсь спросить Откуда? В Дальнем Востоке Рожденные на Дальнем Востоке В пыле и смоге Здесь только сильны выживают Помогают боги Ну, извините Я у вас на Дальнем Востоке не был И не знаю, как у вас там Двигаются, я не знаю Может быть У нас двигаются гораздо оперативнее Может быть крабов запрягают В повозке там быстрее Крабов запрягают У нас такого нет У нас все медленно Это Санкт-Петербург Депрессивная погода Накладывает определенные Условия даже на светофоры И дорожные движения Вот видите, все плотно Светофор Мне что сделать? Ну, вот вы знаете Владивостокское движение У были в Владивостоке Вы знаете, как там машины двигаются? Там многие, кто приезжают С регионов Они говорят Как вы вообще тут Перемещаетесь в своем Владивостоке? Как вы ездите? У нас вот прям все Чешит, все ездит Настолько быстро И все передвигаются Я тогда стесняюсь спросить мужчины Извините, конечно, за мою наглость А что же вам бы в Владивостоке-то не сиделось Или где там Я не знаю В Дальнем Востоке Я же вам сказал У меня встречи Опаздывают Покупаю квартиру Встреча с риэлтором А где вы решили переехать? Ну, подумаю Занимаюсь А где, если не секрет? Ну, это так важно? Нет, просто неинтересно На Крестовом? На Крестовском острове? Да Богатенький Буратино Я так понимаю Квартиры не дешевые Ну, да Есть такой момент У вас тут все не дешевое А на сколько не дешевое? Наверное, вы догадываетесь Сколько там могут стоить квартиры В этом районе? Ну, догадываюсь Ну, вот Я думаю, что особый комментарий не нужны на это Ну, там квартиры стоят от 80-70 миллионов рублей Наверное Я тогда еще раз Извиняюсь за свою грубость Какой-то настойчивый Просто, может быть, мне стоит тоже в Хабб Переехать куда-то там, я не знаю На Дальнем Восток, что там Благовещенск, Владивосток, Хабаровск Да, вот эти все регионы Чтобы, ну, может, заработать себе на квартиру на Крестовском А что у вас за Откуда дровишишки, как говорится? Не подскажете? Может быть, я тоже сгоношусь Тут всего-то 12 тысяч 11 тысяч километров Ну, я прям на этой тачке и поеду Ну, это не хотите, не говорите Ну, просто интересно Не, ну, вообще, как бы, занимаясь автобизнесом Приехал параллельно встретиться с партнерами Здесь у вас классные ребята Приехала пара автовозов у нас с машинами Сопровождали сделку Вообще, как бы, я сам не езжу Но просто так получилось Совместилось Приятное с полезным Да, покупка недвижимости А вы, почему, а что за прикол Откуда, с Дальнего Востока сюда машины везти У нас, чем машин нет? Ну, сейчас очень Сейчас же закрывается Вообще, сейчас Вы новыми машинами, как дилер торгуете? Нет, мы возим как новые, так и пробежные С Японии А, вот Вот, я и не понял Я думаю, какой запысл везти сюда Те же машины, которые нас продаются А, выезд А можно поподробнее? Мне просто, ну, реальный Во-первых, интересно Во-вторых, может быть, и мне что-нибудь пригодится Я вам сейчас, извините, секунду Буквально, у меня друг Вот, буквально недавно взял отпуск И гнал с Хабаровска Тачку Так что мчим, господа, дальше Ничто нас не остановит Доставим ешку домой Чтобы работать на ней в такси, блядь Он купил ее Через посредника Да, тоже аукционная Она гнал ее сюда 12 дней Ну, да, 12 дней получилось у него Вот в 12 дней он ехал через всю страну Посмотрел Байкал и все остальное Ну, теперь вы говорите, да, извините, ребят Ну, эта тема-то вообще сейчас многие Скажем так, приезжают самостоятельно забирают Это машины под физиков, да, под конечных покупателей То есть вы на аукционе на том, что, я так понимаю В Японии? В Японии, из Кореи, из Китая Но много машин отправляются автовозами Много ребят, так сказать, перекупок Кто привозит сюда автомобили И закупают у нас Такая параллельный Параллельный импорт, да Он с 1 апреля прикрывают Но не то, что прикрывают Создают условия, которые неуждают Да, да, нельзя работать Будет невыгодно возить И тут, как бы, мы в большей своей степени работаем по чесноку То есть мы возим машины напрямую из России, да Из Японии, из Кореи, либо из Китая То есть занижение стоимости Это не про нас Поэтому, в принципе, наших клиентов Это никак не касается И как возили, так и дальше, в принципе, будем возить Другой момент, что сейчас Корея санкции ввела С 1 марта На автомобили объемом больше 2 литра Нельзя Я слышал, да Будет их вывозить Но и санкции, на самом деле, решаемы Причем, потому что сейчас мы возим автомобили из Японии Но и пушки-то подешевле будут, да, наверное На порядок И комплектации у них богаче Просто реально человек купил за миллион У меня знакомый Он за миллион пригнал охрененный микроавтобус И он подрабатывает по выходным В такси, в тарифе минивен И праворукая вот эта хонда Проходит в этот тариф Вы знаете, ну, вот сейчас Прям какой-то колоссальный всплеск Я бы сказали, два автовоза пригнали Да Ну так это прям, ну, как бы дофига считать Но я могу, я опять же перебью Очень много появляется сейчас праворуких машин в Питере Очень много Прям, ну, блин Такого давно не было, наверное, с 90-х годов Но это опять же, видимо, из-за того, что параллелька сдохла Все, друзья, что это значит? Это значит, что больше нельзя будет привезти автомобиль По такой сладкой цене, как мы это делали Вот этот весь год, полтора Привозили из Китая по параллельному импорту Обалденные машины по адекватной стоимости Пускай даже 7 миллионов рублей из икры Пускай 7 миллионов, 7,5-8 миллионов рублей Листьянки мы привозили Чего, блядь? И все-таки новые тачки, они, ну, стоят денег Сам знаю, вот купил новую Я знаю, что дорогие-дорогие Ну, можно не только японские, на самом деле Можно привозить и в Украине То же самое А где посмотреть можно у вас вообще? Ну, у нас есть наш сайт у нас А можете сказать, как называется? Ну, конечно, отаджапан.ру Можно я запишу? Так, сейчас, секундочку А можете мне написать? Да Давайте Напишите, как называется У нас есть на YouTube канал Ничего себе В соцсетях тоже А напишите, как канал YouTube называется Еще, пожалуйста А также называется как сайт Ну, 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 напишите Я подпишусь, обещаю Посмотрю, что у вас там Так, а скажите, вот Мне, как физику Если мне что-то заинтересует Вы сможете с доставкой Помочь тачке Вообще без проблем То есть Мы Чтобы я, как мой друг 12 дней Байкал не смотрел Не ехал Что я не люблю Такие приключения Вообще Нет, отправка На самом деле То есть Если у тебя Там 20-30 автомобилей Сразу Контрактуются Автовозы Отправляются В среднем Автовоз До сюда Стоит От 1 миллиона Туда входит От 8 до 12 Автомобилей В зависимости Насколько они там Большие Или маленькие Автомобили Либо Отправляются Под физикой То есть Если это Одна машина То любая Транспортная Компания Отправляет Срок доставки В среднем От Дельта Я имею в виду С Владивостока Вся отправка Идет С Владивостока Ну и дистанционно Можно оплатить Соответственно Да Все вам Конечно Смотрите Тут какой момент Очень важный Сейчас Сейчас Многие люди Покупают Автомобили На вторичном рынке И мало Кто знает Что автомобили Везенные После 1 августа Человек Может Налипнуть На Полную Тельсбор Ну все Так Как раз Надо Продавцы Все равно Эти автомобили Продают И говорят Что Вот там Все будет Хорошо Вам Утильсбор Не Придет Но если Автомобиль Привезен Не на юрлицо То Утильсбор С очень Большой Процентом вероятности Прилетит Но есть Еще схемы Когда машина Возили На физлицо Но По другому Таможили Так вы Решаете Этот вопрос Да То есть Смотрите В данном Случае Можно Привезти Автомобиль Как на Физлицо То есть Конкретно Под вас И вы Первый Собственник И вам Не надо Никаких Утильсборов Платить То есть Вам Не будет Никаких Начислений Так и На юрлицо Ну на юрлицо Естественно Она будет Чуть подороже За счет Уплаты Для полного Утильсбора Но Это ничего Не меняет Потому что Самый Неприятный Момент Для людей Сейчас Те кто Покупает Машины Здесь Уже В наличии Это то Что Человек Может Налипнуть На этот Утильсбор Но Если взять Там Сейчас У меня Сделка Будет Фактически Покупаешь Допустим Новую квартиру То есть От застройщика Здесь То же самое Ты покупаешь Квартиру Машину Напрямую Из Японии Или Кореи Ты первый Собственником По документам На самом деле Мне просто Что интересно Что тачки Во-первых Проходят в такси Праворукие И Они Быстрее Отобьются По деньгам Потому что Их стоимость Проходная Очень интересная Вот в чем А почему Я интересуюсь Потому что Я конечно Работаю На такой Козырной Машине Что уж Греха Таить Но Возможно Я Невозможно Скорее всего Я смотрю Вариант Более Дешевый А до Джапан А до Джапан А до Джапан Ну мы Просто Начинали С японских Автомобилей Поэтому У нас Изначально Японская Тематика А до Япон А до Джапан Называется А Сейчас уже Возим И корейцев И китайцев Поэтому По сути дела Перемновать Уже нет смысла И оставили Судя по всему Бизнес Идет Неплохо Раз Такие Сделки У вас Проходят Слушайте Бизнес Идет Хорошо Потому что Пока У нас Закрыта Европа Пока Сейчас Все только Ужесточает Ужесточает Со всех сторон Все дорожает И Мы на самом деле Здесь Людям Только в помощь То есть На самом деле Честной Сделки Мы даем Минимальные сроки Доставки И привоза Автомобиля Гориентируется Человеку Допустим Если вы покупаете Автомобиль для себя Под красивый билет Мы привозим Под вашего Физика И сразу На физика Машина Таможится Либо может Таможится На вашу фирму Если у вас То есть У вас Полные Полные Ведения Полное Ведение От До То есть С момента Заказа До Момента Прихода Автомобиля В Россию И отправки Вам сюда Полностью Мы сопровождаем От Сейчас Уже чуть-чуть Осталось Так что Я надеюсь Что вы не совсем Уже и опоздали Да Спасибо Блин Опять же Поймите Правильно Здесь Не только Мы Все это Все это Организовываем Так У вас Безнал Правильно? Да Все Тогда Счастливо Вам Удачные Вам Сделки Чтобы Все Было Хорошо Все Хорошо Вам Тоже Удача Если Что Обращайтесь Мы Для Компании Давайте Я напишу Что я Таксист Из Питера Меня Евгений Зовут Если Что Очень Приятно Сергей Сергей Я напишу Что я Таксист Из Питера Который Опоздал Чуть Чуть Вот И Может Быть Тогда Сможете Мне Какую Нибудь Приеду С удовольствием Беспро Не вру Вам Реально Вот Зуб Даю Все Так И Было Конкретно Но У меня Есть Друг Давайте Передам Привет Олег Привет Он Взял Отпуск Купил Машину Вот Такую Живот И У Таких Ж Людей И Гнал Е 12 Дней Но Он Любитель Таких Больших Переездов Я Вообще Такое Блин Я Не Пишите Кстати В Комментарии Кто Б Погнал Тачку Своим Ходом Цены Там Реально Кайфовый Напишите Кто Погнал Своим Ходом С Дальнего Востока С того же Хабаровска В Питер Москву Вот Куда Ни Сюда В Калининград Цены Там Реально Кайфовый То есть Он Продал Солярис Ну Условно Горя За Миллион Рублей Там Ему Уже Было Там Лет Сколько Там Солярис И За Миллион Рублей Он Купил В Состоянии Хонду Микроавтобус Не помню Как Называется У Японцев Там Такие Названия Кривые Она Праворукая Да Но Она Во-первых Большая Там В разы Больше Всяких Опций Чем В Галим Солярис И Она Еще И Проходит Так Се Этот Самый В Яндексе В Миню М То есть Он Ну Блин Да Она Праворукая Да Это Как Б Типа Ну Считается Такой Ну Типа Непонятный Да Для Нас Визуально Хотя Я Могу Сказать Сколько Раз Я Не Был Странных Праворуких Кипр Тот Тоже Тоже Тяжело Смотреть Едет С Класс Праворукий Ты Такой Сразу В голове Блин Ну Блин В голове Сталось Такой Дешевенький Типа На самом Деле Нихера Это Все Дело Привычки Ну И Плюс Опять же Рассматриваю Вариант Мне Я Вот Блин Я Все Никак Не Могу С Я Зацепился За Пацанов Называются Они А До Джапан Короче Кому Интересно Я Оставлю В Описании Про Них Информацию Кто Хочет Кто Не Хочет Это Уж Вы Сами Смотрите Вот А я На самом Деле Посмотрю Что У Них Там Есть Ну И Вообще Как Это Работает Мне Интересно Я Бо Притянился Реально Потому Что Сейчас Ценники Ну Такие Ну Одного Чувака Который За Два Месяца Не Вынимая В Такси По Моему В Москве Наверное Москве Заработал 507 Тысяч Рублей Чистыми За Всем Вычинами 500 Мать Его Семь Тысяч Рублей Чувак Два Месяца Просто Жил Без Выходных Выглядел Он Конечно Не Супер Да Пупер Это Понятно Чувак Бы Просто Приносился 12 15 часов На печке Лежишь Пишите Кто бы Пригнал Бы Тачку На самом деле С Владико Или Откуда Нибудь К нам Сюда В Питер Или В Москву Как я Сказал Лев Калининград Мне Просто Интересно Есть Такие Любители Что Я Вообще Не Любитель Такой Езды Хотя Можно Всю Страну Посмотреть Ну И Как Сказал Про Пацанов Оставлен Формашку Кому Интересно Смотрите Кому Моментальные Выплаты И Невероятные Заработки Нас Уже Больше Тысячи В команде Приходи И Будет Тебе Счастье